Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Полтора года назад закончились наши зимние Олимпийские игры, но еще много-много десятилетий наши сердца будут содрогаться при воспоминании о наших тех, наших общих Олимпийских играх. Ну а миссией Олимпийских талисманов была отразить дух страны-хозяйки игр, принести удачу спортсменам и накалить праздничную атмосферу. Справившиеся со своей основной задачей гигантские символы Сочинской Олимпиады, белый мишка, зайка и леопард, теперь обосновались в музее-церемонии открытия Олимпийских игр. А могли попасть в Москву на ВДНХ, но благодаря усилиям краевой администрации симпатичные талисманы остались дома. Проект был реализован при поддержке Министерства культуры и Министерства курортов и туризма Краснодарского края. Сегодня их руководители дали старт работе нового музея. Единственное, здоровый образ жизни правильный. Пусть в каждом посетителе загорается маленькая искорка того Олимпийского огня, но и, конечно же, в будущем мы уверены, что на этой территории зажжется новый факел, факел новых Олимпийских побед. Это уже несет не только туристскую, но еще и воспитательную цель объединиться вокруг хорошего, вокруг добра, вокруг спорта, вокруг здорового образа жизни. И, соответственно, вокруг истории. Потому что если у страны есть история, значит, у нее будет будущее. Даже в первый день открытия музея желающих прикоснуться к Олимпийской истории оказалось достаточно много. Вот плавающая по воздуху лодка, с которой начался волшебный спектакль церемонии открытия игры. Вот макеты ракет, которые космонавты несли в руках, часть шоу, отражающей жизнь советского общества. Но в музее собраны и совершенно другие экспонаты. Они спортивные, демонстрирующие разные периоды Олимпийского движения. Лодка «Байдарка», участница игры в Атланте 96-го года и Сидней 2000-го года Натальи Гули. А это парадная форма чемпионки игр в Афинов Ирины Карабаевой, прыжки на батуте. Часть экспозиции посвящена и Московской Олимпиаде 80. Новый музей в Олимпийском парке работает, начиная с сегодняшнего дня, ежедневно. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.